привет ребятишки надеюсь у вас сегодня отличные делишки я решил краткое краткий обзорчик сделать после моего первого видео по этой игре starcom unknown space прошло уже полгода в декабре 22 я делал первое видео за это время девелопер сделал много чего интересного добавил галактика стала более насыщенной стало намного больше систем с разными новыми и интересными интригами мы знакомимся здесь еще с некоторыми новыми формами жизни или инопланетян скажем так в общем более интересно стало появились красивые колоссальные такие системы большие с разными новыми миссиями также исследования планет более стало интересно есть заумные квестики например один квестик на котором я застрял довольно таки немало времени называется hidden tomb это скрытая гробница в общем там куча коридоров по которым нужно в правильном порядке пройти чтобы найти скептор один в общем интересно прикольно ну давайте из такое самое основное скажу что тут нового какая большая система стала то есть галактика ну что давайте начнем с начальной точки где все начинают играть это наша база там и кораблик уже такой продвинутым я изучил уже до максимума круизер круизер это самый максимальный на сегодня корабль в общем что нового есть в сюжетке в сюжетке мы изучаем как вы помните всякие артефакты которые разбросаны по всей галактике мы их находим и изучаем эти артефакты какой-то павшей империи которая была очень продвинута если вы помните сюжет и по неизвестным причинам она пала в общем летаем мы делаем всякие квестики находим эти артефакты изучаем которые изучая артефакты они открывают нам новое исследование в наших лаборатории также последнее что я изучил это открыть как черную дыру такую в которую прыгаю и была надежда что это вернет нас домой обратно к сожалению это не сработало мы попали в систему где огромнейшее солнце как вы видели в начале ролика в начале видео именно туда я и попал ну это вот про исследование ну тут добавили всякого еще тут есть shield щиты добавили по моему если не ошибаюсь их там не было лазеры ракеты ганс ну в общем неплохо интересно так давайте прыгнем на еще очень прикольное место мне понравилось она находится вот здесь кстати насчет галактики смотрите как она сейчас стала намного больше если откроете предыдущие мои видео она намного намного меньше и там беспорядочно они были как-то разбросаны нужно было летать просто слепую и находить эти системы здесь уже все по-другому все настроили сделали как надо как видите вот это каждая система в которой планеты до которые есть и всякие миссии можно взять сделать тут в этой части живут одни они инопланетяне мы с ними можем как же и воевать и и стать дружными тут у нас миссия по вот этим вот системам также в первой части но это было чуть чуть по другому в первой части имею ввиду в первом видео те системы были построены чуть чуть по другому здесь происходит две фракции которые воюют друг с другом и там можно было выбрать нейтральной или за какую-то сторону да воевать так куда я хотел прыгнуть давайте вот сюда вот прыгнем тоже красивое место это связано с сюжетом нужно сюда обязательно прыгать и следовать проходить эту миссию чтобы продвинуться в сюжетке вот прикольная такая вещь правда все на английском и я не знаю собирается ли девелопер переводить на русский язык возможно когда полностью ну хотя бы или может быть не полностью ну к окончании игры может быть он возьмет и переведет все на русских и я думаю что сегодня это делается очень просто не должно быть никаких проблем но конечно же это так загадываю на наперед там будет видно вот такое вот красивое место но черную дыру уже видели которую я открывал она вот тут вот находится здесь вот тоже есть интересное место кстати это черная дыра открывалась после того как я смог активировать вот куда мы сейчас полетим все покажу тут в этой системе есть вот такая вот фигня ну тут солнце было карликовое солнце она светилась намного ярче в общем что я сделал я активировал вот это вот она как пушка она взяла энергию с этого карликового солнца и выстрелила тем самым открыв открыв черную дыру вот тут вот в которую впоследствии я и прыгнул в принципе на сегодня это конечная стадия но это не конец это просто еще не успел он девелопер создать контента и понять когда он будет выпускать в какие времена не совсем это не публикуется у него нету точной карты это один человек работает на и на на над этой игрой ну что есть еще добавлю только могу могу только посоветовать поиграть в нее потому что все таки достающая игра мне очень понравилось и я слежу за развитием этой игры ну такое вот краткое краткое описание описание апдейтик такой маленький об игре поддержите девелопера чтобы у него чтобы ему было более приятно наверное выпускать новый контент купить игру наверное для этого чтобы поддержать его ну все на этом буду прощаться и если кстати добавлю если кому-то непонятно как пройти тот лабиринт где нужно найти артефакт вы скажите в комментариях я как-то попытаюсь там очень много нужно ходить в правильном направлении я попытаюсь как-то это начертить блин попытаюсь начертить это как-то и поставить скриншотик на youtube ну в общем пишите если кому интересно и не знает как пройти этот лабиринт ладненько всем спасибо и до встречи если есть какие-то вопросы спрашивайте пока пока